Зиновий Марголин И на исторической сцене Большого театра И я очень рада, что Зиновий сегодня пришел к нам Скажи, пожалуйста, как ты формировался как художник? Про это я нигде не прочитала Ты родился в Минске, ты родился в семье у людей, как мне кажется, далеких от живописи, от искусства Как ты пришел к этому? Ну, я родился в среднестатистической интеллигентной семье советской Поэтому, как любая среднестатистическая интеллигентная семья Она имела набор книжек, которые стояли на полках Я думаю, что это как коды, которыми жили все, которые были у всех Набор пластинок Папа, мой, очень любил оперу Мы примерно все смотрели Я немножко, конечно, значительно старше тебя Но я думал, что мы смотрели одни и те же фильмы, одни и те же книжки Это кто еще работал в моем поколении? Да, да, да Но это было последнее поколение, когда он работал Но тебе не нужно про это рассказывать Я думаю, что все знают, кто примерно нашего возраста Но, конечно, непосредственно это не имело никакого отношения ни к театру Который у меня, может быть, до конца школы был До девятого класса я, может, два раза сходил в театр Это было что-то ужасное Мои впечатления первые о театре были прямо ужасающие Пока я... А дальше была история тоже моего поколения Я как бы... Почему я здесь работал, принял предложение театра Работать с Юрией Петровичем Любимым Хотя это была очень тяжелая для меня история Чисто психологически Ну, по многим причинам Я думала, мы к этому придем постепенно Да, но на самом деле это и есть, собственно говоря Самая главная история Потому что, наверное, в девятом классе Через... Опять же, вся культура, так сказать Кухонная культура советского человека Она была примерно одинакова Она включала в себя еще и магнитофон с песнями И это был, конечно, известный всем тоже набор Горячий Куджаво-Высоцкий И через это я узнал про театр В котором он служил, Высоцкий И я в него попал в Москве Ты поехал в Москву? У меня здесь родственники были Я ездил периодически в Москву И меня родственники водили, конечно, здесь в театр Но это были какие-то очень... Это был не очень хороший опыт Я даже не очень помню, что это такое Но это было все ужасно Потому что, ты же понимаешь, что в этот момент было все очень странным То есть в кино уже можно было увидеть фильмы Хуцеева и Тарковского А театр был в основном архаичный В том числе вот этот театр Ужасно архаичный Это музыкальный, да, но эфрос... Это было недоступно в Минске Тот театр драматический, который я видел, был совершенно ужасающий Такой же был ужасный оперный театр Но, может быть, он не ужасный Сейчас бы я к этому относился мягче Но тогда мне казалось, что это ужасающее какое-то искусство Потому что я все-таки учился в художественном ВУЗе И я уже, так сказать, интересовался другим искусством И уже даже другой музыкой Уже можно было услышать другую музыку А театр для меня был совершенно архаичный Неактуальный, неинтересный И мы ходили в Дом кино И видели уже там, условно говоря, полет на гнездом кукушки Я, может, немножко что-то по срокам путаю Но примерно это все происходило в одно время И я видел, какой-то совершенно архаичный театр И был неинтересный, неактуальный Но живописью ты уже увлекся Да, конечно, но уже можно было что-то подсмотреть У нас был в институте, в академии спецфонд Который пускали там раз в три месяца И там были, можно было подсмотреть книжки С современной живописью Это все было под семью замками Но, тем не менее, вот какой-то доступ к этому был И вдруг я попал в Москву И я подумал, что если вот есть какой-то театр В котором там служит человек, которого мы все так любим Я попал Что за спектакль? Первое, что я увидел Я даже не помню Это была интересная история Строил старую сцену Таганки И можно было поработать целый день на стройке Поносить, потаскать И тебя пускали, например, на спектакль, на репетицию И я попал на репетицию «Преступление наказания» Я был настолько ошарашен тем, что я его увидел Роборовского декорации Да Это было невероятно И я вдруг увидел, так сказать, искусство Я увидел такое искусство, которое для меня было совершенно невероятно Внутренне я был потрясен И с того момента как-то в театр Да, я решил, что мне нужно идти в театр Потому что я учился вообще на промышленном факультете Это было безнадега Потому что все, что касалось промышленного дизайна Это все было невостребовано Потому что в ситуации социализма, отсутствия конкуренции Это вообще, в принципе, никому не нужно было Идеи Родченко и Степанова Никому это все было не нужно, конечно Потому что неконкурентная экономика Она не предполагает никакого дизайна Он не нужен Все купится так, какое имеет значение Все в дефиците И я с этого момента понял, что мне нужно работать в театре Это была длинная история Я работал в Национальном театре Драматическом ассистентом Завццехом Ну ты называешь человека, известного художника Бориса Горлова Да, Борис Герлован, да Это был главный художник В смысле профессию он мне научил, как ни странно Он был такой немногословный, косноязычный человек Но он тоже был хорошо выучен Из того же поколения советских сценографов Ну понятно, что там с поправкой на то, что это был Минск Но очень профессионально Потом я повстречался с Данилом Лидером Который в Минске делал спектакль Это, конечно, такая крупная фигура И как-то вот таким образом Вошел в театр Да, да, вошел в театр через бардовскую песню Вот так, через Высоцкую Ну это, конечно, никакая не бардовская песня Но это была такая очень важная тоже фигура для моего поколения Не для всех совершенно, конечно Но это был мой какой-то путь И, конечно, когда я Юрий Петрович увидел Я сказал, что вот благодаря вам я попал в театр Это было страшно заразительно еще Я еще увидел любимого И увидел эту репетицию И увидел этих артистов И еще я увидел огромное количество персон на сцене Просто человеческие Чего мне не хватало Потому что их нельзя было увидеть по телевизору Это были все Даже если это хорошие артисты Для меня это были не фигуры С точки зрения И оттуда я увидел прямо таких Ну очень ярких, мощных, выразительных людей А потом я стал туда ходить И потом я попал уже на Бронную Ну то есть, как бы я стал Стал приезжать специально Да, я стал учиться понимать, что такое театр Ну раз уж мы начали такое любимое говорить Действительно, в 13-м году Одна из последних работ Юрия Петровича Любимого Князь Игорь в Большом театре И тебе предложили уже с ним сотрудничать На равных, как художнику Расскажи немножко Это была очень тяжелая история Но мне, конечно, было очень сложно Потому что он Конечно, в таком возрасте С ним было очень тяжело общаться Я понимал, что это некая авантюра Но такой шанс потерять я не мог Просто с точки зрения своей собственной биографии Дело в том, что этого не должно было быть С точки зрения моей биографии Его биографии Мы не должны были пересечься Да, мы в разных И я с ним провел очень много времени И это было все связано в основном Не со спектаклем Князя Игоря А с общением В основном я его слушал Это было невероятно интересно Во-первых, с точки зрения того, что он умудрился Прожив ту же жизнь в Советском Союзе Прожить его совершенно другим способом И увидеть белый свет И стать фигурой мировой Вот как бы против логики того, что происходило В нем какая-то внутренняя сила Начинал там в этом Грандиозное Грандиозное В ансамбле НКВД И все успешно как актер И поменять судьбу собственную В нем какая-то была еще Это не случайно так Во-первых, он какой-то был совершенно То есть я вот понимал Вот это такой какой-то идеальный С точки зрения С моей точки зрения Какой-то идеальный русский человек Без страха Совершенно отчаянный Со страшным кражом Невероятно ироничный И страшно Жизнелюбивый до конца Он как бы мне все время про это говорил Я, говорит, встаю, вижу солнце И думаю, как хорошо я же жив Спектакль получился очень лапидарный Довольно жесткий Да, он конечно У него, конечно, не было сил Для настоящего высказывания Уже не было сил Он даже Понимаешь, какая штука Он был, конечно, в таком сложном состоянии Где-то он уже терял, так сказать Логику Терял нить в том, что он говорил и думал Но вдруг он вспоминал войну И какие-то очень пронзительные вещи Да, и он даже Понимаешь, как бы все же говорят Что профессия уходит из человека последней Но человек может никого не узнавать Но там, если это физик Или математика, он берет интегралы Вот то же самое было с любимым Я был поражен Дело в том, что он Уже какие-то вещи не воспринимал Но как только он видел артиста В сцену, условно говоря Там художника по свету Да, у него включалось Он профессию не потерял Он потерял какие-то смыслы, конечно У него всегда было очень осмысленное искусство При этом и всем Конечно, невозможно в 90 лет воспроизводить какие-то смыслы Но с точки зрения профессии Это все осталось с ним до конца Его стиль, который он сам себе изобрел И, собственно говоря, носителем, который был Из-за чего его приглашали во все театры И в опере, и в драме, и все, что я видел И то, чего, к сожалению, так и ушло Это осталось с ним до последнего вздоха Это было страшно интересно Я не понимал Я думал, что мы пройдем какой-то подготовительный период Дальше он не будет ходить на репетиции Есть ассистенты Он был на всех репетициях На всех световых И, собственно, он выпускал спектакль Ну, а как вы с ним обсуждали декорации? Очень тяжело Какие он тебе давал идеи? Очень тяжело Но я же за много лет изучил И понимал, что это такое Что чего ему нужно Но он очень жесткий был И страшно категоричный То есть вот он чего-то говорил Чего-то хотел, и нужно было это делать Я много раз переделал Ходил к нему 90% времени, конечно, это были разговоры И это было невероятно интересно Но для тебя самого делится сцена Как, скажем, Кочергин говорит Явь, навь, правь На верхнюю, среднюю, нижнюю часть На правую, левую, среднюю кулису И какие-то такие образы Потому что я помню В Коя Зигаре Ведь это какое-то черное полотно На нем белый шар Очень внятные графические Тотомические почти образы Ты же понимаешь, что я немножко Так сказать, немножко хотел быть Давидом Боровским Потому что это человек, с которым То есть все, что он сделал, хорошее Он сделал с ним А потом был период, когда он работал без него И это никогда уже не было так хорошо Я помню, когда он привез Началась перестройка И приехал театр Габима Он привез закат И мы с Боровским оказались рядом И как бы, понимаешь, мы были приятно разочарованы Он не мог уже без него Этот язык они формировали, конечно, вдвоем И там их трагическое расставание Этот раскол, разлад, который между ними произошел Фу, даже Да, это все Ты прекрасно понимаешь, что уже никого это не интересует Вот я, наверное, тоже последнее поколение Которое, как бы, есть к этому отношение И я, как бы, такие острые вещи переживал Как так в нашем комьюнити Самые великие люди Дальше уже никого это не интересует Потому что дальше это история Были такие люди Они сделали вот такие спектакли Посмотрите Первый спектакль «Вскала» Невероятный Сейчас, к сожалению, осталась очень плохая запись Но это первый спектакль, который они сделали «Вскала» Вот в тот момент, когда там совершенно другой был театр Пышный Роскошный, да Дзверели И приезжает два человека, которые из досок делают какую-то декорацию Но от этого невозможно оторваться сейчас Вот они судились в конце, делили наследство Ты, как художник, как-то защищаешь свое творческое право? Или для тебя это не важно? Мне кажется, что театр не настолько серьезное занятие Это не литература, не живопись, не архитектура Но мне кажется, что все равно жизни этому максимум 10 лет Все, чем мы делаем Это в лучшем случае Пять Потому что то, о чем мы говорим, это только истории И на самом деле то, что наследие Любимова Боровского Это уже только объект исследования К сожалению, так все происходит быстро сейчас Смена картин перед глазами людей Я надеюсь, что уже нынешнее поколение Моя дочь, которая училась в школе-студии как продюсер Для нее уже не существует этого театра Не потому, что она необразованная Время, время Да, это все То есть у нас в мое время, конечно, смена происходила в течение 20 лет Знаешь, как Боровский отлично говорил Бархин говорил В моей молодости было три вида театра Ну, четыре Ну, как бы можно было разделить Там такой театр, такой театр, такой Если говорить там о России Во-первых, мы уже тоже жили в какой-то изоляции Мы только имели представление, что происходит в Советском Союзе А условно говоря, там в 2000-е годы Их было уже 300 видов театров Одна из своих мощнейших работ на нашей сцене сейчас Это Мазепа, которую ты уже выпускал с Евгением Писарем Это тоже посвящено истории, прошлому Как вы нашли эти образы? Почему вы решили это разместить в разных временах? Как вы к этому пришли? Ну, это такая тоже странная история Знаешь, как бы на самом деле театр же это про личные истории всегда Как бы можно говорить, так сказать, про профессию Так сказать, про пропорции, про цвет А на самом деле, как бы все же это личная история Но Генни Писарев, который вообще Никогда не делал, так сказать, социальные спектакли Он сам говорит, что ему только комедийные до этого Не про политику, не про что И вдруг ему театр предлагает Мазеп, который невозможно сделать Обойдя то, что там написано И в наше время Мы находимся в определенной эпохе, в определенное время И он, конечно, страшно перепугался в какой-то момент И вообще была какая-то ситуация трагическая Мне казалось, что нужно просто отказываться Потому что это ошибка театра Ну, просто неправильный кастинг Понимаешь, о чем я говорю Ну и вдруг, когда он понял, что надо что-то делать с собой Потому что Ты же понимаешь, что есть люди, которые подключенные К каким-то определенным проблемам И не подключенные Знаешь, что они чего-то не понимают Но просто они психологически не хотят в это погружаться Я вот человек подключенный ко всему Может быть, я из-за этого больше страдаю И он как бы вдруг понял, что нужно что-то делать с собой И он с собой сделал И это была его идея Вот И я считаю, что это его личный подвиг, этот спектакль Я не знаю, сколько все удачно получилось и внятно С точки зрения как бы результата Судя по реакции зала, довольно внятно Да, но это для меня очень важный спектакль Потому что он, естественно, проговорен Это не какая-то совершенно абстрактная вещь То есть вы вот сидите с Женей и сначала все обсуждаете устно Сначала мы говорим о том, что все пропало Ничего не получается Ничего не получается Зачем мы в это вошли? Надо отказываться Да, я, по-моему, Боровского встретил Он сидел где-то на служебном уходе Еленкова Он делал Онегином в Театре Станиславском И он совершенно серьезно Он был настолько свободный человек, что он действительно Если он думал, что он что-то не может делать, он просто отказывался У него была такая возможность Это тоже как бы внутренняя свобода И он мне говорит Если я не придумаю второй акт, я откажусь Прямо вот я видел, что он так и сделает Позвонит Тетелес, как-то я не буду этого делать Но ты придумал все акты, ты придумал их сразу? Нет, это было тоже как бы беда, беда, беда Понимаешь, какая штука В процессе того, как мы делали и придумали этот спектакль Менялся ландшафт вокруг Ситуация становилась более жесткой И делать вид, что как бы Ничего не происходит Ничего не происходит невозможно Даже если очень хочется Но можно делать севильский стирюльник Делай вид, что ничего не происходит Более того, мне кажется, что есть какие-то оперы Которые нужно делать там про любовь, про людей, про глупости Да А есть оперы, которые так делать невозможно Невозможно так сделать Бориса Годунова Невозможно так сделать Хаманчин Половину русских опер Невозможно делать вид, что ничего не происходит вокруг Они, как говорил Таич Савстаногов Ответы на вопросы спектакля в зрительном зале Ты должен сделать то, что будет каким-то образом Конечно, в Большой театр до сих пор Приходит какая-то часть людей посмотреть на люстру И вот эта страшная фраза «отдохнуть» Для меня это как личное оскорбление Но мне кажется, таких уже мало Все равно люди должны подключаться Даже если они не осознают это Даже им кажется, что если они пришли отдохнуть То в какой-то момент, если у них нет никакого отклика Они понимают, зачем, кто эти люди Без сопереживания театр не работает Да, это же история про любимого Он же снимался в кубанских казаках На фоне нищеты И, значит, там же эти столы ломились А это все снималось в какой-то деревне Вокруг беднота И подошла бабушка, подошла к нему и спросила «Сынок, это из какой жизни?» А они снимали как бы про современную жизнь Это вот как бы для того, чтобы не возникло Это уже ощущение, что это вообще из какой жизни Поэтому, конечно, нужно ориентироваться на умного зрителя Но просто не хочется думать про тех, которые Просто пришли там проглазить Хотя, конечно, Большой театр — это... Но что ты первым делом придумал? Понятно, что это был про разлом и раскол В котором мы до сих пор живем Поэтому вот эта разломающаяся декорация Это для меня как бы была важная история Вообще... Потом возник когда-то автобус Когда-то возникли кони Да, ну это смотри, смотри Мы там как бы... История была такая Он мне сказал Это история про бесконечную войну Бесконечная война Она как бы возникает в разных местах Но это про бесконечную войну Это пространство бесконечной войны И там так и происходит Неважно, в каком виде Глобальная война Первая мировая, вторая война И... Я сейчас... Я не могу читать лекции по истории Но... Когда мы стали вникать Это действительно все время война И про то, что часть людей Оказывается, с одной стороны Часть с другой Бесконечна Об этом написано куча книг И эта бесконечная война продолжается И она в этом произведении Понятно, что в момент написания Понятно, что там... Во-первых, конечно же Это как бы произведение Которое счастье делает Потому что там есть Мощная литературная основа Не либреты написаны Какими-то смешными людьми А там, как в Борисе Есть структура То есть, ты понимаешь Там есть Полтава И это уже как бы дает Очень... Ощущение стены Хотя ты всегда говоришь Что опираешься на музыку В первую очередь Да, но ты понимаешь Галиматья в либрете В 50% обера Не придает, так сказать Уверенности никому Потому что все равно же Понятно, что музыка Все понятно, эмоционально Но когда есть сюжетный идиотизм Который присутствует там В половине опер Мы же все про это знаем Это всегда, так сказать Борьба с нелепостями При самом гениальном... Там великие оперы Моцарта Внутри там куча проблем Из-за вот запутанности Потом ты же знаешь Та же история с князем Игорем Когда композитор не дописал То есть, ну... Та же история Знаменитая история с Хабанчевым Там с ума можно сойти С этими сюжетными линиями Которые вдруг бросаются Исчезают какие-то люди С точки зрения структуры Всегда все, что связано с... Когда есть литературная основа Мощная Такая, как Пушкин Уже как-то ты себя чувствуешь увереннее Сейчас тебя слушаю Когда ты придумываешь декорацию Получается, что главное для тебя Какой-то первый импульс Например, вот разлом И тогда от этого разлома Ты уже идешь дальше Конечно, война, все А в севильском цирюльнике, что ли? Это совсем другая история Это вот прям вот, ну... Ты же понимаешь, что в какой-то момент... То есть театр же бывает еще и совсем другой Но... В театре отдохнуть приятно Это не то Понимаешь, отдых это же тоже... От тяжелых мыслей, я имею в виду Да, это должно быть все равно какое-то счастье От талантливых людей От способности людей импровизировать От талантливой глупости От там, от бомарше Но я всегда завидовал вот таким людям Которые придумывают такие сюжеты И пишут такую гениальную музыку Потому что у меня в голове и в душе Совсем другая музыка, к сожалению Ну, там вы пришли к театру в театре, да? Да, и... Ну, как это делать-то по-другому? Это же про прекрасных, глупых людей Как бы... Про прекрасную жизнь И нужно какое-то от них отстранение небольшое Чтобы это не выглядело так вот искусственно Да, и быть счастливым от того Что ты видишь этих прекрасных людей И думаешь Ну, ведь, оказывается, еще и бывает и такая жизнь Но ты же понимаешь, что есть такая вещь, как французская комедия Это про что? Про прекрасных людей Наивность, глупость, простодушие Это же счастье Ну, вот Спровоцировать людей быть наивными, глупыми и простодушными Ну, ты знаешь эти истории, как великий режиссер Марталер Который приходит там в ресторан, в кафе со своими артистами И они рожи строят по пять часов друг другу Просто, чтобы рассмешить Вот это природа человека Не вот про войну, про брови А про то, что в человеке внутри ребенок Про это друговарение Про эту прекрасную наивность Это та часть театра, которая необходима Просто для того, чтобы люди выживали Это как кислородная масса Я очень, мне всегда очень тяжело Такое делать Потому что я, к сожалению, уже внутри Такой достаточно изломанный человек Но когда я такое вижу, сделанное другими Я всегда думаю, какие прекрасные люди Что такое итальянская комедия, французская комедия Это комедия, это очень сложный жанр Пойди попробуй быть остроумным И ироничным И еще это все требует невероятной самоиронии Это не могут делать люди Серьезным отношением к самим собой Среди твоих соавторов есть разные режиссеры Вот Василий Бархатов, Евгений Писарев Где мне кажется, что ты можешь и давить на них Своим сильным характером и так далее Но есть среди твоих соавторов такой человек, как Борис Эйфман Вот Борис Яковлевич Мне кажется, когда мы с ним здесь беседовали Он рассказывал, как он сочиняет балеты Сколько он сам думает, придумывает Как для него важна психологическая составляющая Всех его героев И наверняка он к тебе приходит Всегда уже с каким-то, скажем, внятным рассказом Вот, например, Анна Каренина Что он от тебя хотел? Это был первый спектакль Я изображал Саву Окунева Который только что с ним расстался И я понимал, что я что-то еще пока не могу с ним делать Потому что он 20 лет проработал с одним человеком И я должен был продолжать стиль совершенно другого художника Но это все длилось недолго А дальше... Нет, он на самом деле Несмотря на то, что он иногда бывает очень поржественным человеком Он очень подозрительно к себе относится Он, кстати, много мне очень хороших вещей сказал Это же его фраза Значит, смотрите на свои спектакли глазами врагов Это его фраза Он очень подозрительно к себе относится Даже при всем, при том, что он много говорит там Так сказать, считай себя миссионером В какой-то мере так и есть Потому что он построил школу, театр Да, вообще В невероятных условиях, между прочим, он осуществил Он очень... Видишь, такая парадоксиальная штука Он самый профессиональный человек С которым у него когда-либо удавалось работать С точки зрения создания продукции Понимаешь, о чем он говорит? Он невероятно профессиональный человек Во-первых, он все слышит Он понимает, о чем ты ему говоришь Он вникает в технологические проблемы Которые, собственно, он не может Не должен уже вникать Все из того, что он из другой эпохи Он быстро все осваивает И он страшно чуткий К тому, что происходит вокруг И когда ему говорят, что это... Что это такое В какой-то жизни и все Он все хорошо понимает Дело в том, что он там Со своими артистами Там, конечно, у него там А все, что вокруг, это... Ну, Анна Каренина, он сразу твою принял? Это было мучение адское Потому что я... Дело в том, что для меня Это вообще стиль, в котором я никогда не работал Мне было вообще тяжело А балет когда этого поделал вообще? Что-то один раз И он же как бы такой еще тоталитарный человек Был, по крайней мере Сейчас все, он стал гораздо мягче Да И мне было очень тяжело Я к нему ездил, мучился, переделывал Но это был один раз Когда я, так сказать, пошел на поводу Я ему сейчас до сих пор говорю Что я бы хотел, чтобы эти декорации Где-нибудь потеряли по дороге Ну да Ты смотришь глазами врагов Да, ну как бы это ко мне Не иметь никакого отношения Ну, мало отношений Я бы выполнял долг Я изображал славу у него Я помню, однажды была другая история Когда я... Я же жил в Минске Значит, там был замечательный Такой художник, мне кажется, Гей де Брек Который делал балеты С самым главным балетмейстером Беларуси Валентином Николаевичем Елизариевым Который очень много лет работал с Лысиком Гениальным совершенно сценографом Великим человеком А потом стал работать с другим художником Гей де Бректо Тот тоже, как бы, они разошлись И попавился слава И я прихожу, значит, в мастерскую Стоит слава Что-то пишет, какой-то эскиз И говорю, слава, что ты делаешь? Он говорит Я изображаю Эрнста Гей де Бректо Ну, то есть, понятно, что У любого режиссера, хореографа есть Ну, то есть, ну Ты понимаешь, что Григорович работал только с одним художником И вообще ничего такого не понимал Ты сильно меняешься в зависимости от того, кто твой соавтор? Стараюсь, нет Насколько это возможно Ну, потому что, конечно, это тяжело очень Потому что люди очень разные И представления Ежечко бы еще уровень-то не глобальный А когда есть люди, у которых есть какие-то свои вкусовые ощущения И человек просто не может Ведь на самом деле режиссерам нужно присвоить декорацию Почему некоторые режиссеры ни с кем не работают Они не могут присваивать чужие декорации Поэтому они делают сами Правда, кто из них делает это так здорово Лучше, чем все художники Значит, и режиссеру нужно присвоить Ну, то есть, это нужно взять пиджак Который мы только что выдали И на себя напяли Ему не нравится Просто не нравится И он будет страдать и мучиться И это будет беда Поэтому ты должен сделать такой пиджак, чтобы было комфортно То есть, он должен на себя одеть и быть счастливым Поэтому, конечно же, вкусы разные Но кого-то там, Борис, я хочу, можно сказать, что это вообще трэш А нет у тебя такой проблемы, что вот за твою большую жизнь И столько сделанных спектаклей Ты сам попадаешь в тиски собственного стиля И как с этим бороться Никак Как говорит Дмитрий Филиппович Черняков Да, нет такой железы, которая вырабатывает идеи Ну, как бы ты все равно Ты же видела, знаешь, когда ты видишь, когда в какой-то момент Очень крупные люди начинают ходить по кругу И повторяться Потому что они становятся заложниками своих собственных идей Которые когда-то до часа работают И репутации, потому что тебя ждут определенного Да, и плюс ко всему еще набор из каких-то идей, которые у тебя появлялись И они дальше, их невозможно воспроизводить до 90 лет Понимаешь? Поэтому, конечно, это дело очень конечное Нужно меньше работать, по большому счету Больше думать И как бы есть внутренний центр Но я сам же чувствую, что я в какой-то момент начинаю делать вещи Которые воспроизводить то, что мне когда-то удалось Это делают режиссеры Ты можешь увидеть, как у каких-то режиссеров Они повторяют какие-то удачные мизан-сцены Вот я знаю, что Кочергин, например, очень ценит русскую природу И мне кажется, что во многих Ну, может, природу вообще И что очень часто в его жизни он куда-то старается уехать на природу Именно чтобы напитаться там какими-то другими идеями и мыслями У тебя есть какой-то свой такой рецепт, что делать? Я только чуть-чуть про Эдика скажу Дарв Степанович Он гениальный человек В тот момент, когда он исчерпал Свою профессию Когда он исчерпал себя как сценограф По объективным причинам Потому что, как он, когда-то мне Версалад Это самое Суматашвили сказал Он говорит, мы все умерли Говорит, что мы здесь делаем Мы уже все умерли Художественный режиссер, с которым он работал У Эдика все люди ушли С Додем он как-то расстался Ему стало это неинтересно Но и он обрел себе как бы другую жизнь Он стал выдающимся писателем Для меня книжки Кочергина Это прямо вот, ну Конечно, прекрасное произведение Красная полка Так и есть С таким литературным даром С таким русским языком Которому не научить ни одному элитинституте Я просто не понимаю, откуда это все Он всегда гениально рассказывал Но оказалось, что он так и пишет Я вот недавно общалась с Борисом Савченко Миссерером Он занимается еще афортами Книжной графикой А у тебя что-то есть к театру еще? Ничего у меня к театру нет Я постараюсь Кроме театра Я стараюсь На самом деле все Все можно В театре невозможно ничего найти для себя Ты в театре отдаешь А брать нужно совершенно в других сферах Литература, кино Вот где ты берешь? Вот там, да? Кино, да Вся жизнь там Все идеи там На улице На самом деле Все общение с режиссером Это обмен впечатления восприятия жизни Ты как разговариваешь с режиссером Ты говоришь Слушай, это вот примерно Представляешь, я видел такую штуку И ты как бы вот оттуда Вся и все идеи Во что это воплощается в театре уже не важно А важна другая история Он тебе расскажет человеческую историю Не важно какая это опера Как она называется Все равно нужно рассказать историю А у тебя должны быть какие-то личные ощущения И впечатления Подсмотрены тобой что-то вот Прямо через окно Чтобы отражаться Да, да И оттуда все происходит А вот нет проблемы с современной публикой Которая тоже потом В этот диалог должна включиться В каком-то этапе Что вот эти коды Про которые мы с тобой говорили В самом начале Коды Начинают меняться очень резко И вдруг оказывается Что приходит публика И ты не знаешь В чем ее сфера интерес Вот это и есть Старение И уход из профессии И как с этим бороться Никак Уходить из профессии Надо понимать Или ты пытаешься читать В тик токе Залезать в какие-то Такие актуальные сети Я конечно Я конечно Ушко держу вас Но у меня вот дочь Моя собеседник Которая мне говорит Что Она например Проблема Она совсем не Так сказать Не 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 ветренная девочка Которая ничего не читает Смотрит Она достаточно образована Я ей говорю Слушай посмотри Вот такой фильм Она говорит Слушай папа Я пытался Для меня это Медленно очень Медленно Скорость меня В одном театре Провинциальном Я увидел Какие-то ролики Рекламные Я позвонил Главному режиссеру Говорю Слушай 9 секунд Что это такое Он говорит Позвоним К коммерческому директору И он мне Я ему позвонил Он говорит Послушайте Вы зря так Мы проводили исследование На пятой секунде Люди принимают решение Идти на спектакль Или нет На пятой секунде Это не вопрос Смысла В того Какие они там Вот они эмоциональные На что-то нужно нажать Да Вот на пятой секунде Минуту ролик Никто не смотрит То есть Они уже не досматривают Даже до конца Они уже принимают решение Если это Вот там Например город В котором нет театральная публика Неважно Это один русский Провинциальный город Очень неплохой Крупный И Основная публика Это который случайно Попадает в театр И они должны принять решение Они на пятой секунде Принят А я только через минуту Начинаю соображать Что мне показывают Это я Интересно А потом приходишь на оперу Которая идет Три часа Четыре часа И должен погрузиться В совсем другое время Да Но ему нужно продать билет Это коммерческий директор У него нет задачи Он не искусство продает Хотел тебя спросить Немножко Про конкретную твою работу Поскольку думаю Что многие наши зрители Этого не знают И особенно Как она тоже меняется С этими временами Новыми Когда появились компьютеры Ну то есть Ты приносишь художнику эскизы Они нарисованы Да Твои эскизы Это может быть все что угодно Я могу присылать какие-то Режиссеры То есть я Я референс могу прислать Фотографию какую-нибудь Дурацкую И потом ты Идешь делать макет Раньше были какие-то Великие макетчики Какие-то потрясающие люди Смотри, к сожалению Эта технология почти ушла Никто не хочет работать руками Эта традиция осталась в Англии Ты сам умел делать макетки Я делаю сам Я делаю маленькие прелески В 50-м масштабе Мне это нужно Во-первых Это зависит от режиссера Не все режиссеры Хорошо мыслят пространство В картинках они не понимают Реальное пространство Которое ты им предлагаешь Им нужен обязательно макет Первое Второе В Европе есть прекрасная традиция После того, как ты сдал проект Сделать на сцене баупробу Это когда из каких-то материалов Торсырья делается выгородка На сцене Реальный размер Чтобы режиссер понимал В каком пространстве он работает Но как правило режиссер У нас такого нет Если очень настоять Я это делал здесь То есть Если попросить театр Не все это просят Но я на той же намазе Поделал баупробу Я пробовал видео Вообще очень многие вещи пробовал Потому что я сам не понимал масштаб Это огромная сцена Здесь можно ошибиться Макет все равно Это пропорционально уменьшенная сцена И все равно Когда ты видишь Вот такую коробочку А потом она вырастает Там 50 раз Это другие ощущения Есть такая вещь Как воздушная перспектива Я режиссерам рассказываю Ты понимаешь Что у тебя на сцене Человек Который стоит Возвращение кистрового ямы Который стоит сзади Человек который сзади Будет визуально в два раза меньше Ну то есть Потому что есть вещи Которые невозможно сделать в макете Воздушная перспектива Поэтому Макет прекрасен Я был в Вене В академии Там где учится сценограф Я попал как раз В место где Преподавала Сейчас она ушла туда Ана Фимберг Я зашел к ним В мастерскую А там все курсы вместе Это open space И стоит там 100 макетов Она всех заставляла делать макеты И она сама всю жизнь делает макеты Потому что все-таки В основном режиссеры Не понимают пространство И могут ошибиться Вот хорошо например Очень в пространстве Ориентируется Эйхман Без всякого макета Да Он понимает что ты ему говоришь Но лучше конечно же Конечно же Хоть какой-то макет А сейчас вообще часто В электронном виде Мне кажется Но Я например макеты делаю все равно Я их просто не показываю в театре Они не Так сказать Это не там Они не имеют Товарный вид Раньше это был Как бы конечный продукт Его потом в музее Оставляли Да Они в музеях В Ахрушенко музей Ну поменялись технологии Ну собственно Это не Ну как бы сейчас Можно все напечатать в 3D А что от тебя остается в театре Что ты сдаешь в наш музей Я ничего не сдаю в музей Нет Я делаю рендеры Это так сказать Картинки С фактурами Это Ты сначала в 3D Моделируешь пространство Это честные Чертежи Которых все Правильный размер А потом в них натягивается Ставится свет Делается фактура Это как были такие Иллюзорные картинки Они кстати достаточно Адекватны тому Что потом происходит на сцене Там можно даже свет смоделировать У вас же тоже есть отдел 3D моделировать С точки зрения адекватности Тому что потом происходит на сцене Это довольно близко Расскажем в двух словах Про наши мастерские Ты был как-то при их начале При их начале конечно ты не был Когда имеется ввиду был там Федор Федоровский Или до того в императорских театрах Но имею ввиду после реконструкции И реставрации Уже в новейшей истории В 21 веке Мне кажется ты как-то активно Сотрудничал с постановочной частью Большого театра Да я имел непосредственные части Как некоторым процессам и событиям Это очень хорошие мастерские Если брать их в контексте Вообще этого бизнеса в мире То есть конечно есть производство декораций В Европе, в России, в Америке И они как бы находятся там Наверху в топе Это очень хорошие мастерские С очень квалифицированными людьми Не нечего сказать Ну то есть это прямо просто отлично Конечно они лучшие в России Это даже не обсуждается И там очень дружелюбные люди Френдли Тоже очень важная история И они очень старательны В этих мастерских Это как бы очень важная вещь Это всегда чувствуется Руководство так все устроило И так объяснило людям Что понимаешь Чем отличается Большой театр Он всегда был продюсерским Здесь нет Центральные художественные фигуры Есть директор Который решает конечно что ставить Но Есть там театр Которым могут руководить дирижеры И все крутится вокруг Как устроен Большой театр Если тебя пригласили Театр делает все Для того чтобы сделать так как ты хочешь Если что-то произошло плохо Тебя просто не пригласят И это очень честные взаимоотношения То есть если ты попал в этот театр И всем говорю Ребят вам здесь сделают все отлично Потому что здесь так все устроено Если тебя позвал театр Если руководство приняло решение Что ты должен работать в этом театре Все остальные менеджеры Это воспринимают как Конституцию Закон Все уже берут под козырек Да Дальше они делают то что ты хочешь Из последних сил Ну а сколько это позволяет Время там Деньги В процессе выпуска спектакля Как часто ты сам должен бывать в мастерских Это зависит от меня Я иногда это делаю Просто с этими людьми Очень приятно общаться Это как бы Тоже часть моей жизни Во-первых это гораздо более приятные Чем режиссеры люди И они конечно дружелюбные И они действительно так Все это устроено Что вот до выпуска Здесь идеальный процесс выпуска Тут дает очень много времени на сцене Здесь театр делает все Чтобы ты сделал очень хороший спектакль Если у тебя получилось очень хорошее У тебя есть шанс Что тебя пригласят и черт Если плохо Тебя пожмут руку Тебя просто не позовут Но К театру вопросов не может быть Все что ты задумал Абсолютно На 250% То есть ты можешь все вопросы Потом задавать только себе И это честно У нас на плафоне театра Висит музы живописи Но мне кажется Живопись сейчас уходит В основном Это все время Как ты думаешь Это сейчас такое время Театр это мода Вот сейчас такое время И вдруг опять будет Станет модно Живописный спектакль Появился такой инструмент Как видео А он в руках режиссеров И режиссеры не хотят Сейчас его выпускать пока Но в какой-то момент Это может тоже пройти Понимаешь Это вопрос Визуальной моды Еще хотел спросить В этом случае Поскольку ты в основном Создаешь декорации И у тебя всегда есть Художники по костюму Это очень важный соавтор Кто решает Кто будет в той или иной продукции Работать с тобой В художнике по костюму По разному Ну конечно чаще всего режиссер Дело в том Что это должен быть человек Я очень всегда К этому очень петельно отношусь Потому что И художник по свету И художник по костюмам Это как бы Одна шайка-лейка И очень важна атмосфера Во-первых Иногда я привлекаю Художника по костюму В борьбе против режиссера Иногда он меня привлекает Потому что вдвоем Мы всегда можем победить Да 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 Вот А когда втроем Еще лучше Поэтому это очень важно Дело в том Что из-за того Что я в театре провожу 80% времени Я хочу все время Общаться с приятными людьми Я не хочу общаться С неприятными людьми В мастерских В театре С художником по костюмам Я уезжаю на выпуск спектакля Провожу с этими людьми Два месяца Фактически Не дома А с этими людьми Я их вижу с утра до вечера Но что же я должен видеть В каких-то неприятных мне людей И чтобы они мучились Поэтому Это должно быть очень комфортно Даже если это Какие-то конфликтные скандалы Но это должны быть люди С которыми ты Ну как бы У тебя есть некие Взаимоотношения Поэтому я очень всегда Внимательно к этому отношусь Когда говорят о многих твоих Великих коллегах Таких как Кочергин Или Боровский Или Бархин То вспоминаются Какие-то особенные спектакли Где они как будто бы Уловили время Потому что ты говоришь Там театр это мода Ну вот вдруг там Холстомер Или этот занавес В Гамлете Если ты посмотришь Даже глазами врага На свои спектакли У тебя есть какой-то Твой спектакль Где тебе кажется Что ты вот такую суть Самую Ухватил Мне кажется Что в каждом спектакле Который я делал Минут 15 Мне нравится И не больше Вот так вот Холстомер Бывает 7 Бывает 3 Бывает вообще ни одно И совсем Что мне нравилось нет Но я вообще никогда Про это не думал Потому что У меня нет на это времени У меня есть такая папка Архив Я туда складываю Свои спектакли Надо Бахрушинскому музею Передать Ничего никому Не нужно передавать Это все иллюзии Поверь мне Сейчас все легче Сохранить в интернете Чем Бахрушинскому музею Доступ легче Никакие музеи Бахрушинские Ходить никто не будет Поверь мне Это будут единицы Сейчас главное Создать для людей Очень простой доступ К информации Ты понимаешь Что сейчас я Сидя у себя дома Не выходя из дому Знаю точно Что происходит Во всех крупных Европейских оперных театрах Для этого нужно залезть На сайт Не полениться И посмотреть трейлер У тебя кстати В этом году По-моему Евгений Онегин Выпускается где-то Или опускает У меня Будет такой прямо Трип Сначала у меня Выпускается Во Франкфурте Ужасная опера Гранд Макабр Великая и ужасная Которая там Можно Голову сломать Но это страшно Интересно Потому что я Очень всегда Мечтал заниматься Современной оперой Это вот очень мало Ты же понимаешь Что мало кто из театров Это решается Заказывает Это решается Да Это мои мечты Заниматься Современной оперой Ну так сказать У меня почти не было Такого опыта А опера Или гетти Совсем не современная Я тоже Так сказать Она с бородой Но тем не менее Это конечно музыка Потом у меня выпуск Онегина в Боне А потом у меня будет Еще видимо Это еще неизвестно До конца Еще будет выпуск В Италии Туранду Это прям все подряд К тому спрашиваю Что Онегина ты делал Уже и раньше Когда ты возвращаешься К одним и тем же названиям Ты придумываешь Что-то радикально другое Или следуешь Той идеей Которую ты уже нашел Это тот же режиссер Вот мы сейчас Как раз Это спектакль Который шел В Висбадене Потом он шел В Стокгольме А сейчас он переезжает В Бон И они хотели Как бы В этот же спектакль И это дико скучно То, что прошло 5 лет И еще Смыслы какие-то Что-то уже Как бы хочется по-другому Что-то осталось Из старого спектакля А вот что-то я сейчас Передел Послал им сейчас Как раз предложение Насколько они это все осилят Но потому что Мы его делаем уже Мы делали его в Вильнюсе Мы делали его в Висбадене Мы делали его Его перевозили в Стокгольм Теперь он переезжает в Бон Невозможно Это как Жизель просто Какая-то Я говорю Что-то Мы же не можем все Там есть какие-то вещи Которые нам очень нравятся А есть какие-то вещи Которые не получились Но сейчас есть возможность Исправить Ну да Вася там как бы Так ловко сказал Ну что же вы Хотите этот спектакль Это из Висбаден Нигде нет Мы не хотим Мы хотим лучше А скажи пожалуйста В одном интервью Ты сказал что Это как бы трагедия Часто наших постановщиков Что они хотят ставить Парсифаль А ставят мистера Икса Вот в идеале На исторической сцене Большого театра Есть какое-то название Которое ты бы Именно сам Хотел как художник сделать Ну есть как бы Набор каких-то Вот понимаешь Я всю жизнь Многие годы Хочу сделать Какой-нибудь оперу Леонид Аркадьевичей Десятник Я никогда Видимо Им не удастся Просто потому что Мы не пересечемся Вот Как ни странно У меня вот такие мечты Надо сказать Что вчера я купила Диск детей Розенталя Потому что тоже сейчас Еду за границу На премьеру И думаю что хорошо Подарить эту русскую оперу Написанную по заказу Большого театра Леонид Десятниковым Дети Розенталя Я буду надеяться Что может быть Необычные мечты Ну да На исторической сцене Большой театр Здесь поставлено Много спектаклей Которые бы я хотел сделать Например Пиковую даму Ее уже поставили Но до Пиковой дамы Нужно еще дорасти И понять Что с ней делать Потому что Ну Я не видел За последние годы То что вот прям Какое-то было Хотя с другой стороны Если ты видишь Какой-то невероятный спектакль Думаешь Ну зачем сейчас уже Лучше себя Будет только хуже Мы же сделаем Онегина все-таки После вашего Как бы Черняковского Хотя мне кажется Что лучше этого спектакля Сделать невозможно Вообще Но вот даже Если ты умрешь Я тоже не могу А скажи пожалуйста У тебя нету желания Учить молодых ребят Наверное Это мой последний вопрос Были такие разговоры И мне кажется Что у меня бы это получилось Но В том То есть То как я сейчас живу Это было бы Нечестно По отношению К студентам К этим людям Потому что Этим нужно заниматься Ну хотя бы Три раза в неделю А я все время в разъездах Я не хочу быть педагогом Который приезжает на сессии Как же это все безобразно Это же не учение Это же не учеба Про то как Выше ниже лево право Это как бы Я мне кажется Могу рассказать Про то как Нужно существовать В этой профессии И научить людей Через пять лет Должны выйти люди Которые в состоянии Самостоятельно делать спектакль Таланту человека Не научишь Ты же понимаешь Качаргина же Никто не научил так писать Как будто в литинституте Учат писать Как это можно научить Но с точки зрения Какого-то воспитания Какой-то персоны Дело в том Что я два раза был Представителем комиссии Выпускной В школе-студии И я был Совершенно Ошеломлен Выпускниками Ну вот в этот раз Было гораздо лучше Но Они вообще отключены То есть Как бы они не подключены Вообще Ни к театру Ни к тому Что происходит в театрах Они как бы Вот вышли В полном Как будто они В кухонь Спасибо тебе большое Потому что мне кажется Что твой большой дар Помимо художественного Это конечно дар коммуникации Общаться с тобой Большое удовольствие И думаю Что театр без этого Невозможен Без этого вообще Ничего невозможно Все в болтовне В разговорах Вот все спектакли Делаются только В бесконечной болтовне Вот у меня Весь телефон Это куча смс От переписки С режиссером Там 90% глупости Но на самом деле Это еще большое счастье Иметь возможность Человеку писать глупость И не бояться Что он Воспринимает это серьезно Еще как говорил Кочергин Мне важно Чтобы мой зритель Чувствовал Мой спектакль спиной Вот это чувство Да Еще у него была Гениальная фраза Он говорил Ты понимаешь По поводу каких-то Косяков Тихо раз Говорит Перед коленом Ведь неудобно Да Но это тоже Один из таких людей Он же как бы учил Не профессию А быть Человеком Чувствовать жизнь Да И человеком быть Спасибо Спасибо Продолжение следует... Продолжение следует...